Земля, предназначенная под многоэтажную застройку в Сновицах Веризина, стала предметом спора еще до ее аренды. К антимонопольщикам обратился один из потенциальных застройщиков. Инвестор считает, что городское управление архитектуры представило неполную информацию об участке, выставленном на торги, и попросили отложить аукцион. Представители мэрии с претензиями не согласны. Доводы сторон выслушал наш корреспондент. Участок земли под микрорайон с литерой 17-ти А в Сновицах Веризина в следующем месяце должен быть отдан в аренду с аукциона. Мэрии планируют получить с него хорошую сумму в бюджет. Желающие взять его и заняться возведением домов есть, но потенциального инвестора не устраивает скупость информации об этом участке. ООО «Вертикаль» считает, что в аукционной документации отсутствует ряд важных моментов, в частности, подключения к коммунальным сетям. Не определены точки и не указан тариф. От этого зависит размер затрат, что может отразиться в цене на аукционе. Не обладая информацией о тарифе, муниципальный орган своими действиями устраняет конкуренцию между потенциальными участниками торгов, что запрещено действующим антимонопольным законодательством. Представители мэрии говорят, что такая информация не обязательна в аукционной документации. У них есть только примерные цифры. Затраты на строительство сети электроснабжения для вышеуказанных земельных участков при использовании газовых плит в жилых домах ориентировочно составят 55 миллионов 700 тысяч рублей, при использовании электрических плит в жилых домах 60 миллионов 700 тысяч рублей. Соответственно, размер платы за технологическое приседение будет определен после заключения договора на технологическое приседение. Непонятность ситуации с канализацией. Она принадлежит частнику, а разрешение на подключение у мэрии есть только от водоканала. Водоканал до определенной точки говорит вам, что у меня утвержден тариф и условия подключения вот такие. Дальше у вас пробел. Идут сети соцжилстроя. Есть договоренность, есть соглашение между водоканалом и соцжилстроем. Ни мы не знаем, ни заявитель не знает. Еще один момент, который не указан в документации, это межевание земли на этом участке. Понятно, что на 19 тысячах квадратных метров строить один дом не имеет смысла. А если возводить несколько, то придется под каждым строением оформлять землю заново. И это будущему застройщику тоже надо вкладывать в цену квартиры. Комиссия УФАС решила сегодня не выносить свой вердикт о правильности аукционной документации. Его обещают озвучить в понедельник. Продолжение следует...